Здравствуйте! Сегодняшний наш клип посвящен тому, как сделать проект в iNaturalist. Для того, чтобы сделать проект, часто нужна разметка территории. С какой территории нам нужно собрать данные. Для этого мы будем с вами сегодня использовать программу Google Earth. Если у вас ее нет, ее нужно скачать. Мы заходим, набираем в угол, так, в Download. Вот. И по ссылочке ее качаем. Принять условия, загрузить и устанавливаем. У меня она уже установлена, поэтому мы с вами переходим дальше. Я ее запускаю. Вот. И мне нужно определенно... Вот в моей текущей задаче я делаю проекты для детского проекта 1000 детских шагов. И мне нужно сделать круг радиусом 500 метров для школы. Школа у нас лицей номер 13 в Троицке. И я забиваю ее прямо в поиск суда. Вот. Находит адрес ее. Можно вбить уже готовый адрес. Или найти на карте. Ну, мне, чтобы не искать, так удобно. Вот. Для моих задач нужно сделать вот такой вот круг радиусом 500 метров. Как это делать? Ну, для того, чтобы более прямая, более вертикальная была просмотра, я нажимаю вот эту кнопочку, хоть это не обязательно, для того, чтобы вид на землю был ровно-ровно сверху. А потом я вывожу вот здесь вот, видите, обзор высоты 1000 метров экспериментально. Я понял, что для того, чтобы мне правильно мой круг Лёка занял нужное расстояние, мне нужно вот примерно 1,4 метра. Но почему-то это всегда немножко различается. Мне приходится несколько раз переделывать, чтобы наложить круг правильного диаметра. Я нажимаю кнопку «Наложить изображение». Вот здесь вот оно, сверху. Вот. И у меня заготовлен уже кружочек определенный. Вот. Я его сейчас загружаю. Так. Вот оно нам кружочек. Можно любой круг, на самом деле, который вы скачаете в интернете. Прозрачный, непрозрачный, без разницы. Вот. И я смотрю, что проверить мне надо еще разочек, что правильно, где непосредственно школа и расположить на дне. Вот я вижу, что лицей номер 13. Мне нужно расположить этот круг, чтобы центр был ровно над этой школой. И теперь мне нужно проверить, насколько точно я расположил правильно этот круг. Для этого я нажимаю... Вот здесь вот есть такой инструмент. Инструмент «Линейка». Нажимаю, щелкаю. Провожу там вот через центр. Так, еще разочек у меня мешает вот эта запись. Я ее вот сюда вот, чтобы мне было видно. Я вот через центр провожу и смотрю. Он пишет, что всего лишь 600 метров. Значит, мне нужно подняться чуть-чуть, чтобы поле, захватываемое кругом, оно было больше. Потому что вот это поле, на которое ложится круг, оно зависит от размера показываемого карты на экране. Вот 600 метров, а мне нужно 1 километр, там, ну, 100 метров. С небольшим запасом делаю. Вот, соответственно, вот здесь вот в этом области наложения без названия я этот круг удаляю. Удаляю и увеличиваю, раз, уменьшаю, точнее, ну, увеличиваю высоту. Вот, допустим, сейчас у меня высота, обзор с высоты 1400 метров. Вот над этим зданием мне нужно сделать круг. Опять ставлю. Можно вот так выровнять, чтобы ровно-ровно по центру. если у вас круг центрирован. И опять добавляю. Нажимаю ОК. Беру линейку для проверки. Смотрю. 1 километр ровно. Но мне нужен небольшой запас. Соответственно, я удаляю опять этот круг. И иду сюда, чтобы мне еще раз, ну, два раза щелкнуло вот так вот. И проверю. Возможно, два раза было много. Беру опять обзор. Любой круг. ОК. И замеряю. Замеряю радиус. Вот. 1 километр 100 метров. Вот это вот как раз то, что мне нужно. Вот. Отлично. Теперь вот эта линейка мне не нужна. Я закрываю. А круг мне нужен. Я вставляю. Дальше я иду вот в этот вот пункт. Многоугольник. Многоугольник без названия. Сразу назову Троицк. Лицей 13. Так. И начинаю его обводить вот так вот. Просто щелкаю по краю. Если нужно приблизить, то колесиком ближе, колесиком дальше. Вот так можно приближать. Начинаю обводить. Смотрите. Вот теперь в зависимости от того, где вы будете колесиком крутить. Если вот здесь, то, соответственно, рисунок поднимается. Если вот здесь, то рисунок опускается. То есть верхний или нижний, нижней части экрана, делайте это. Можно, соответственно, смещать. Потому что вот этой частью вы не сместите уже мышкой. Если вы начнете что-то делать, он поставит новую точку. Поэтому, по сути, управляйте перемещением по карте с помощью колесика. На мышки. Вот. И методично обводим его. А в данном случае круг прямой, то есть ровненький. И так можно сделать в любой произвольной форме, какой вам только понадобится. Потом, после окончания эти точки, можно подвинуть, если вы где-то не удовлетворены, как они легли, или их нужно скорректировать. Вот сейчас этого лучше не делать, потому что тогда начнутся проблемы. Начнутся перескоки и так далее. Лучше сначала все ввести, а потом, если нужно, поправить. Вот я уменьшаю и потом вот так вот увеличиваю. Если увеличивать ровно над тем местом, которое вам нужно, оно приблизит именно то место. Видно, что здесь я чуть-чуть меньше захватил, я потом поправлю. Ну, пока мне нужно сначала закончить. Вот. Почти, почти. Вот. Ну, условно готово. И вот так я... Ну, до того, как нажать ОК, мне нужно было бы вот эту часть поправить. Сейчас я вижу, что не до конца вот эта четкая линия. Если бы мне было важно, я бы заранее не сделал вот эти плюс по 50 метров в каждую сторону, то я бы это поправлял. А сейчас я знаю, что заведомо больше, чем 1000 метров, 1100 диаметр. Поэтому все нормально. Вот у меня эта карта есть. И теперь я иду вот в эту часть, где она у меня сохранена. И сохраняю теперь, сохранить местоположение как. Вот. Нужно выбрать не КМЗ, а КМЛ. КМЛ. И теперь я захожу. Так. КМЛ границы. Вот у меня Троицк. Школа, лицей номер 13. Я сохраняю эту карту. Точнее, путь, который я сделал. Вот. Все. Эта часть мне больше не нужна. А мне нужна... Ну, теперь мне нужен мой профиль iNaturalist. Я захожу, он у меня уже создан. Захожу в него и иду здесь в... Сначала даже не в мои проекты. Нужно сначала создать место. Вот. Вот эта вот часть. Здесь есть такое. Места. Вот. Нужно нажать на вот эту кнопочку. Добавить новое место. Добавляем. И здесь вручную набиваю. Троицк. Лицей. Номер 13. Больше мне здесь ничего не надо заполнять. Я просто набираю сохранить место. Так. Нет. Он что-то меня попросил. А, ну, конечно же. Мне нужно выбрать непосредственно карту, которую я буду использовать. Без нее никак. Я захожу вот сюда. Троицк. Лицей. Номер 13. И сохранить место. Все. Место импортировано. Как видите, он его обозначил на карте. Теперь я иду создавать проект. Проект. Можно было сначала создать проект, а потом подцепить карту. Это не так важно. Начать проект. Так как это для отдельной школы, то я беру коллекционный проект. Если для... Но все коллекции можно объединить под единым зонтиком. Вот под моим проектом 1000 детских шагов. Я делаю сейчас проект лицея 13. Здесь пишу... Потом я вспомнил и единое название, как я набирал, исправлю. Пока пишу. Троицк. Лицей. Номер 13. Здесь вот я напишу 1000. Троицких шагов. Кроет к лицея номер 13. Отлично. И теперь важно, что здесь. Вот здесь можно пользоваться или включать. Если вы делаете проект для своей школы, и вам нужно включить туда наблюдение только ваших учеников, то вот здесь вот нужно выбрать учеников. Допустим, там я начинаю набирать вот себя там. Вот. И выбираю. Но так как здесь у нас будет... Нам не важно, какие пользователи, мы оставляем ее чистой. А вот здесь нам нужно выбрать нужную нам место. Я беру, пишу Троицк. Троицк. Вот лицей номер 13. Отлично. Все. Карта подцеплена. Мне нужно выбрать способ возникновения данных. Естественный или интродуцент. Я, допустим, выбираю сейчас есть естественный. И мне нужно даты наблюдения. Если вам не важно за какой это год эти наблюдения, за все года, вы выбираете, ну, оставляете это место пустым. Мне же нужно выбрать данные, вернее, даты. Это 16. Вот здесь я потом поправлю данные, корректировку часового пояса. А пока я ее стираю полностью. Вот так. И выбираю, когда к окончании наблюдений. Это 17 апреля. И затираю тоже эти данные. А потом внесу конкретно для определенного города. И все, собственно. Вроде бы все. Набираю, сохранить. Вот здесь еще единственное, он не даст нам сейчас сохранить его. Нам нужно ввести вот в этом поле какие-то данные. Наблюдение. Троицк лице 13. Не важно. Это я потом поправлю. Сейчас важно его создать. Сохранить. Все. Проект сохранен. Это Блиц. То есть Блиц проект. Блиц проектами называются те проекты, которые ограничены по времени. Вот здесь на два дня и начало через 57 дней. И определенное количество часов, минут, секунд. Проект создан. К нему можно поменять вот здесь вот обложку и так далее. Можно сделать новости. Писать какие-то. И они здесь будут отображаться. Что тоже очень удобно. Вот. А пока мне нужно вот этот проект включить под зонтик основного проекта. Тысяча детских шагов. Я иду в мои проекты. Захожу в основной проект. Он зонтичный уже. Видите, здесь на нем отображены несколько, ну, школ, которые уже подали заявки, для которых я сделал карты. Вот. А что нужно? Нужно его теперь отредактировать. Вот. Какие проекты подключаются к этому зонтику? Я пишу. Так. Здесь нужно правильно начать детских шагов. Вот почему-то я вот там шагов написал. Сейчас переправлю. Набираю ОК. Сохраняю. Иду в проекты. Самый вот этот. И его редактирую. Так. Шагов. Отлично. Так. Сохраняю. И теперь иду в основной. Так. Основной проект. Смотрю. Смотрю. Иногда не сразу появляется этот проект. Вот в этой части. Он может через минутку, через пять появиться. Ну, на всякий случай проверим, что после редактирования он остался. Да, вот он остался. Да, вот он остался. Он просто пока что не отобразился. Смотр. Смотрим. Нажму пока готово. А может отобразился, но я его не увидел. Смотрим. Так. Так. На самом деле он давно подцепился. его видно. Просто надо было раскрыть вот эту вот часть. Опустить вниз. А здесь была такая. Посмотреть остальные проекты. Вот. Уже у нас вот эта школа, территория этого проекта, она уже обозначена. Вот он, Труэцк. И подходим к нему поближе. Вот. Территория обозначена и готова к приему наблюдения от школьников. Вот. Ждите следующих видео.